Пару дней назад все муравьи вдруг засуетились и стали... Какой нефть! Не все так делать, Юми! Софи, быстро убери нос из фермы! Сейчас кто-то кого-то за нос укусит! А я так переживала за моих мурашей! Хай, ребята! Вы на канале Magic Family! Меня зовут Аня, а это мои собачки! Брат с сестрой Софишей и Эйвен, Ниша и наш маленький щеночек Юми, у которой, к сожалению, опять упали ушки, и нам пришлось их снова заклеить и снять с нее временно ошейник. Поэтому, как только мы сняли с нее ошейник, она снова стала нашим сумасшедшим покемоном Юмичу, как вы ее назвали в комментариях к прошлому видео. Подписывайся на наш канал и нажимай колокольчик! Тогда ты первым узнаешь, что ролик уже вышел на канале, а как только ролик выходит... Аня отвечает на ваши вопросы в комментариях, так что не опаздывай, вот! И я думаю, в ближайшее время, благодаря вашим голосам в наших опросах, мы все-таки сделаем постоянное время выхода видео. И судя по тому, как вы голосовали, скорее всего, это будет 2 часа дня. Но сегодня, ребятки, речь пойдет не о моих собачках и щеночках, или хомячках, кошечках, или других питомцев моего большого зоопарка, а показывать я буду вам моих муравьев. Потому что недавно произошла очень странная ситуация, которой я не могу с вами не поделиться. Муравьи устроили бунт. Это моя муравьиная ферма. Ничего себе в стабике! Вот Юми явно ею заинтересовалась. Ей интересно, кто же там живет, да, Юми? И кто? Там живут муравьи. В стабике. Наши муравьишечки. Такие маленькие покемоны. Да, целая колония муравьев. Это арена Юми. У них песок в стабике. Да, у них там песочек. Кто смотрит наш канал уже достаточно давно, тот видел уже мою муравьиную ферму и видел наш эксперимент с муравьями, что будет, если дать им яйцо, которое мы снимали под микроскопом. Так что, ребят, если вы хотите, чтобы я сняла еще что-нибудь с муравьями под микроскопом, ставьте лайк этому видео. А сегодня я покажу вам, какой бунт устроили муравьи и что же случилось с нашей муравьиной колонией. Софиша всегда очень интересуется муравьями. Ей они интересны, как и хомяки. Вот она, моя муравьиная ферма. Можно уже увидеть, как выросла колония, и муравьев явно стало больше. Сейчас кто-то кого-то за нос укусит. Юми, не суй туда нос. Нельзя туда нос сувать. К моему морскому декору и светящимся камушкам я добавила вот такую вот красивую шишечку, на которую муравьи залазят и ползают там по ней. А еще недавно родились очень крупные муравьи, которые сильно отличаются от остальных. Вот сейчас в центре экрана такой муравей. Не вот этот самый большой, это матка, а рядом с ней. И таких муравьев несколько. И в основном они почему-то работают няньками. Я думала, они будут помогать другим муравьям разгрызать и измельчать зерна и еду. Но они почему-то занимаются личинками. Я уже рассказывала о том, почему мои муравьи питаются зернышками, потому что они такой породы, муравьи-жнецы. Я специально выбирала таких, если честно, потому что я не очень хотела кормить их насекомыми. Глядя сейчас на мою муравьиную ферму, вы спрашиваете себя, так что же за бунт совершили муравьи, что же такого случилось? И вот сейчас-то об этом я вам и расскажу. А случайные комментарии, которые остаются без лайков и ответов, попадают в видео. Вот они все, тут они, вот они, смотрите, вот они тут, видите их, видите? Да, а еще мы передаем приветики случайным репостнувшим наше видео из группы ВКонтакте или со страницы мамы ВК. Вот эти ребята, спасибо вам большое, что помогаете нашему каналу. Привет всем. Вот тут справа муравьи сделали новую мусорку, хотя раньше она была только в одном углу, слева. Пару дней назад все муравьи вдруг засуетились и стали выносить мак из хранилища в мусорку, по сути, выбрасывать его. Вот здесь у них хранилище, как у нас холодильник или склад, а вот тут у них столовая, где они кушают, как у нас кухня. Обычно все, что муравьи несут в мусорку, уже непригодно, например, скорлупки, какие-то частички, пылинки и то, что не нужно в муравейнике. Потом это можно все пинцетом убрать и протереть ватной палочкой. Но сейчас муравьи по какой-то непонятной причине стали выбрасывать свои запасы. Моя первая теория была такова, колония выросла и им становится мало места, и они решили освободить его таким образом. Поэтому настал момент, когда пора открывать дверцу на вторую половину формикария. Но не могут же муравьи отказаться от питания, ведь только благодаря тому, что они имеют много еды в запасе, они не нервничают и лучше размножаются. Это для них наиболее важно. Потом я вспомнила, что дверцу стоит открывать тогда, когда колония полностью заполнит свою часть, и уже будет не видно даже белого пола, все будет черное от муравьев. Настолько будет их много. Значит, эта теория отпадает. Теория вторая. Продукты испортились. В интернете я прочитала, что некоторые мирмекиперы, так называют тех, кто содержит муравьев, считают, что мак со временем становится горьким для муравьев, и они не хотят его есть. Но многие мирмекиперы против этой теории, и она не подтвердилась. Почему я так переживала за этот бунт? Для меня важно, чтобы колония росла, а если еды недостаточно или она плохая, муравьи будут размножаться гораздо медленнее. Но что же делать, если муравьи решили выбросить всю свою еду? Ведь они перетаскали больше половины мака в мусорку. Затем я заметила некоторые изменения. Муравьи выносят мак, а через какое-то время заносят обратно. Часть вынесли, потом обратно занесли. Другую часть вынесли, обратно занесли. И вот в интернете мне попалась третья теория. Они выносят мак на просушку, чтобы не гнил и не прорастал раньше времени. Какие же умные ребята. Именно поэтому у жнецов на арене должно быть очень сухо, никакой воды, чтобы они могли выносить зернышки на просушку. У муравьев-жнецов муравейники достаточно влажно, и большую половину формикария занимает гипс. Он впитывает воду, и они на нем размачивают и проращивают свои семена, а потом их едят. И чтобы зерна не портились, они решили их просушить. Фуф! А я так переживала за моих мурашей. Природа мудрее нас с вами, ребята. И муравьи очень умные питомцы. Кстати, ребята, если вы еще не подписаны на мой второй канал... Ой, не втарик! Нельзя так делать, Юми. Не то, что у меня. На мой второй канал AnyMagic, то обязательно подписывайтесь. И сегодня там тоже очень интересное видео. Ссылочку на него я оставлю в своем комментарии под этим видео. Наш Юмичу, мне очень понравилось это имя, как Пикачути. Решила уснуть на муравьиной ферме. Прямо вот так вот. Пока, мамы нет, что тут у вас, ребята? Шишечка, звездочка. Что еще тут есть? О, малыш побежал, смотри. Софи, быстро убери нос из фермы. О, ладно. Извини, мам. Просто так интересно. Ролики на обоих каналах выходят каждый день, так что скоро увидимся. Пока! Подписывайся на наши каналы, жми кружочки и смотри еще ролики. И ставь лайк, всем нам лайк ставь вот. Если ты не редископаста, ставь лайк, нажми подписку и оставь свой комментарий. Да-да-да-да-да-да-да. Тихо, тихо, пупы здесь, ааа. Пупы здесь, ааа. Пупы здесь, ааа. Юми, перестань, даже портишь песню. Юми, пой слова, которые тебе сказали. Ля-ли-ки, смотри-ся, ля-ли-ки, смотри-ся, ля-ли-ки, смотри-ся. По-моему, мы запороли песню. Ммм, да уж. Субтитры сделал DimaTorzok